Латвия прекрасна! И пришло время познакомиться с нашими городами. На этот раз в моем видео самые интересные факты о Мадонне. Привет, друзья! Сегодня я в городе Мадонна, и это первый рабочий день после Иваново дня, когда все праздновали праздник Лыгу, не спали ночью, пели песни, пили пиво и ели Иванов сыр. Посмотрите, как выглядит город сегодня. Мадонна – город Витзен, административный центр Мадоннского уезда и 24-й по величине город Латвии, по численности населения. Название Мадонна происходит от близлежащего Мадоннского озера или название поместья Биржу, в переводе с немецкого – Мадонн. Впервые Мадонна упоминается в письменных источниках в 1461 году, когда рижский архиепископ Сильвестр Стодовершер арендовал землю в окрестностях замка Цесвайна. Позже оно стало поместьем шведской короны. А еще позже императрица Российской империи Елизавета II подарила имение Биржу графу Александру Бутурлину, а императрице Екатерина II – генерал-майору Максиму Зоричу сербского происхождения. Мадонна начала развиваться как населенный пункт только после 1900 года, когда в окрестностях трактира Лайвер, Биржу Мужи, были построены первые деревянные и каменные постройки. В 1903 году через Мадонну была построена узкоколейная железная дорога в Лявине-Свалка, что способствовало ее более быстрому развитию. Бадонна – один из самых высокогорных городов Латвии. И находится он примерно на 200 метрах над уровнем моря. Перепад рельефа – 71 метр. Это хорошо видно, прогуливаясь по улице Райня, где установлены высотные указатели. Через город протекают несколько небольших рек и ручьев – Лиса, Лейверите, Ридзита, это речка Муцины и Куреба и речка Мадонна, вдоль которой можно увидеть красивые овраги – овраг любви, овраг брака, овраг развода. В овраге любви создан парк, а в искусственном водоеме расположена стена из самых высоких фонтанов Латвии. В Мадонне есть круглосуточная молитвенная часовня, находится на улице Райне 5, где рады представителям всех конфессий. Интересно, что когда в соседнем здании была тюрьма, то на этом месте построили баню. А после сноса тюрьмы в 60-е годы здесь был еще и кабак. Памятник, посвященный писателю Рудолфу Плауменесу перед Домом культуры, является самым тяжелым объектом в коллекции музея Мадонны и расположен он не внутри музея, а под открытым небом. Мадонна считается зимней столицей Латвии, ведь в ее окрестностях развита инфраструктура для зимних видов спорта, а весной здесь дольше всего держится снег. Зимой Мадонна превращается в настоящий рай для любителей зимних видов спорта. Лыжные трассы и катки привлекают туристов и спортсменов со всей Латвии и из-за рубежа. Улица Сала в Мадонне больше всего меняла свое название. Первоначально это была улица Лела, затем Режский бульвар, потом улица Вены и Бас в 1952 году. В честь празднования годовщины смерти Николая Гоголя ей было присвоено имя этого писателя более чем на 35 лет. А теперь это опять у записал. Музыка 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 Здесь вы можете отправиться на бешеные прогулки по живописным тропам, покататься на велосипеде или просто насладиться свежим воздухом и тишиной. Мадонна также известна своими культурными мероприятиями. Каждый год здесь проходят фестивали музыки и искусства, привлекая как местных жителей, так и гостей города. Для тех, кто ищет спокойствие и уединение, Мадонна предлагает уютные гостевые дома и отели, окруженные природой. Это идеальное место для отдыха всей семьей или романтического уикенда. Приезжайте в Мадонну и откройте для себя этот удивительный уголок Латвии. Мадонна привлекает туристов своими уникальными особенностями и теплотой местных жителей. Этот город подарит вам незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова и снова. Не пропустите мое следующее интересное видео. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв в комментариях. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. До встречи в следующем ролике. Ваша зажигалочка. Галочка.